Я заметила одну такую вещь, я не знаю, это приходит с возрастом или это у всех так происходит, но когда к чему-то привыкаешь и что-то любишь, перестаешь замечать, что вокруг, оказывается, есть много чего, что гораздо интереснее, лучше и так далее. Это касается и одежды, и предпочтений в еде, ресторанах и так далее. И у меня сейчас такое произошло с торговым центром Европолис. Получилось так, что я сюда приезжала на обзор, кстати говоря, вместе с Элиной. Да, мы здесь уже были. Да, и я была удивлена, насколько здесь много всего, много интересного, эксклюзивного и удобного. Например, когда мы снимали ролик про новые открывшиеся магазины, они все открылись в одном месте. Это было прям классно. И они чуть ли не в один день открылись. Это какое-то символичное такое место. Европолис этим меня почему-то прям привлек, и я хочу сюда ездить чаще-чаще, даже с клиентами. Я здесь была впервые, хотя в Москве я родилась, и торговый центр существует давно. А я здесь была на первом свидании, между прочим. Вот так вот. Ностальгия. Мы хотим сегодня устроить такой масштабный шопинг-влог-обзор, где покажем, что вообще здесь есть в этом шикарном торговом центре. Причем я бы даже не останавливала столько на магазинах, потому что я здесь видела очень крутые, интересные, вкусные места. А мы, кстати, стоим прямо за нами. Находится шоколадница, в которой, вы знаете, всегда очень вкусно. И еще обратите внимание, здесь очень красивый вид. Здесь даже устраивают классные фотосессии, что я тоже выяснила и чего до этого не знала. Вот вам, пожалуйста, бесплатная крутая локация. И еще здесь проходят разные мероприятия, о них тоже можно узнавать заранее, приезжать, записываться. И мастер-классы. Я наблюдала здесь уже не раз, что проводятся мастер-классы, и это настолько интересно. Почему я вам раньше об этом не рассказывала? А почему я раньше здесь не была? Очень часто в моих шопинг-блогах, которые я снимаю в торговых центрах, присутствует магазин Кроп. И здесь, в Европолисе, конечно же, он тоже есть. И я предлагаю даже зайти в него и посмотреть, что там. Заглянуть, да, что там за коллекции сейчас. Я сразу хочу сказать, что такого большого кропа, или сиаром сейчас называется, я еще не видела ни в одном ТЦ. А вот в Европолисе, смотрите, просто разгуляйся. Разгуляйся. А я прямо при входе нашла уже крутые моднявые кеды. Кстати говоря, к некоторым или неным лукам из другого ролика они бы тоже бы подошли, смотрите, с сердечками. Ну какая милота. Тут еще милота есть. Ну где еще встретишь кеды в ромашечку? И еще одни кроссы, мимо которых я не смогла пройти. Кстати, они на распродаже 2600 всего стоят. Посмотрите, расцветка хамелеоны. Очень модные на высокой платформе. Будут прибавлять немножечко рост за счет этого страниц. Вообще, я могу сказать, что обуви и кед, в принципе, здесь в Кропе очень-очень много разных модных. Можно сказать, что молодежных, но на самом деле это сейчас такой тренд, который могут носить абсолютно все. А вот эта вот шахматная доска просто меня покорила. Здесь достаточно большой выбор ремней. Правда, я вижу в основном черные. Но зато с разным дизайном. И с сердечками, и с бабочками, и с дырочками. Которые регулируются под любой размер. За счет того, что дырочек у них здесь по всему периметру. А мне кажется, я нашла, Оль, сумочку для тебя. Посмотри, она лакова и с блестящим сердечком. Да, я такое люблю. А я нашла тем временем цветной ремень. Помимо одежды, обуви и аксессуаров, здесь есть купальники. Многие спрашивают, где их покупать, где их искать. Особенно в бюджетном варианте. В дополнение к купальникам и вообще летним аксессуарам, я тут обнаружила вот такие шлепанцы. Всего за 999 рублей. И я знаю, что многие летом, но не только летом, носят бейсболки. Их тут, кстати говоря, в Кропе большое количество. Это прям моя вещь. Еще раз нашла то, что хочу забрать с собой срочно. И еще один магазин, который часто присутствует в наших роликах, в частности в моих влогах, это Хаус. Я уже тоже хочу заглянуть внутрь, потому что знаю, что там есть чем поживиться. Абсолютно точно, пойдем. Как удобно, что не надо примерять, и сразу на манекене я вижу то, что мне нравится. Ну, во-первых, я уже делаю вывод, что здесь тоже есть купальники, это классно. Модные укороченные джинсовки. Шорты, да, скоро лето, нам всем пригодятся. И посмотрите, модный пояс, он выглядит здесь как боди-чейн. То есть можно носить именно эксклюзивно на голое тело. Красота. Впереди у нас что? Правильно, лето. Поэтому купальники я сейчас буду вам показывать, наверное, везде, где увижу, в каждом магазине. Заходите в Хаус, смотрите, выбирайте, примеряйте, потому что здесь тоже достаточно бюджетные варианты. Вот, например, верх, бра 999 рублей, и низ тоже 999 за 2000 целый купальник. Сандалии я встречала во многих магазинах, но они в основном везде черные и белые. А здесь я нашла более такой интересный вариант, розовый, опять солнечный, праздничный, девочковый, даже несмотря на свою саму форму. Форма модная, а цвет как раз прошенственность. На самом деле здесь в Хаусе большой выбор мужской одежды. Здесь есть и какие-то базовые брюки, рубашки, кеды, кепки, бейсболки, жилетки. Ну, реально всего очень много, но есть и трендовые вещи, которые вы можете присмотреть вашим молодым людям, если вы не тот молодой человек, который нас сейчас смотрит. Ей страдали, что у нас в тренде оверсайз, но когда же мы начнем подчеркивать красивую женскую фигуру? Вот, пожалуйста, тренд этот пришел, и как раз в Хаусе он тоже присутствует. Я взяла в фиолетовом оттенке, но есть тут и разные цвета. Модные бомберы и модные юбочки, такую складку, да, как будто бы из стиля прэппи. Их даже можно между собой совмещать, и это будет очень вкусно. Венитон, я люблю этот бренд. Не отходя, собственно, от входа, встречаю здесь потрясающие ткани. Это даже приятно вот просто подержаться за них. А если уж надеть на тело, то это просто хайф. Да, здесь прям рай для любителей натуральных тканей. Я вижу большую коллекцию изо льна разных цветов, а это, мне кажется, ну, найти достаточно сложно. То есть в основном везде продается белое, серое, голубое, синее. Все, здесь, пожалуйста, огромная палитра. И в подтверждение Олиных слов вы просто посмотрите на всю эту палитру. И это все натуральные ткани. А я сейчас вот просто не могу отойти отсюда, потому что эти футболки просто потрясающие. Посмотрите, цвет, которым написано, принт, собственно, да, создан, он отражен непосредственно в этом принте, понимаете? Это же просто потрясающе. Лето. Это что у нас? Время платочков. Здесь просто потрясающие платочки. Они шелковые, они с классными принтами. И я вот, честно говоря, влюблена в оба из них. Я не знаю, какой больше я захочу повязать себе на сумку. Может быть, даже сразу оба. Очень стильные футболки с принтом. Причем я люблю именно с крупным принтом. И здесь как раз все это поддержали. Магазин мне подходит. Ты видела вот эти футболки? Нет, до этих еще не дошла. Ты понимаешь, какая это прелесть? Вот этот цвет, да, и им написано. Вот как они догадались до этого? Фишечка. Смотрите, прикольная носочная коллекция. Такая фруктовая. Все, что у нас скоро начнет цвести, расти и радовать наши животики. Многие очень полюбили магазин Lime. Я, кстати, в их числе. Я тоже. Современно, стильно. Много базы, много цветного. И трендов тоже на самом деле предостаточно. Да. Идем посмотрим, что здесь есть. И снова, посмотрите, лен. Но здесь он очень интересный, с вышивкой. И, кстати, шляпка рядом тоже висит недаром. Я бы ее прямо сюда и добавила бы. А я, смотри, что я нашла. Я нашла потрясающие сандалии, которые сюда в этот лук впишутся просто идеально. Давайте берем лук для панекена. Доработали чуть-чуть. Здесь также красивые и трендовые аксессуары. Мне здесь очень нравится сочетание камней и золота. Прям красиво. Я бы примерила. Не совсем к этому образу, но, тем не менее, мне бы подошло. И еще обалденное колье, которое идеально подходит к вот этому костюму, в который я уже влюбилась. А давай попробуем дополнить этот костюм. Не на голое же тело его носить. Смотри, какая... Не на голое. Почти на голое, да, с бежевеньким? Потому что она, во-первых, легкая, из сетки. А во-вторых, здесь есть стразики, которые тоже очень круто будут сочетаться. Да, с моим этим украшением. Все, я на сегодня одета. Платье, которое я рекомендовала бы примерить с какими-нибудь казачками высокими. Будет просто вау-эффект. Ну, или хотя бы с очень массивными кедами, с какими-нибудь крупными шнурками. Потому что здесь у нас очень объемный воротник, и это хочется поддержать где-то еще в образе. Мне кажется, это напоминает немножечко стиль вот этого сериала «Вэнсдэй», тебе так, мне кажется? Есть, да. Есть такой, да? У меня первая мысль была Мэри Поппинг до тех пор, пока ты не произнесла «Вэнсдэй». Ну и, конечно, лайм. Днем мог пропустить тренд на «Тотал деним». Ну, это же правда смотрится очень круто. Нам тут в комментариях что-то часто начали писать и спрашивать, а где же классику купить? Тоже можно это сделать в лайме. Здесь классные, качественные, хорошие пиджачки и жукеты. Также есть брюки разных цветов, юбки. И все это можно дополнять рубашками, футболками. Все тоже можно найти в этом же магазине. Ты посмотрите. Нет, вы посмотрите. Реально, это рубашка с капюшоном, без рукавов и укороченная. Это какая-то просто очень интересная вещь. О, боже, оно еще и затягивается. А вот базовая футболка? Мне кажется, вот это твоя история. Альтернатива Страдивариусу, магазин «Вилет». Поскольку сейчас везде к лету уже есть лен, то ли не на коллекции, конечно же, в «Вилете» тоже имеются. А мне на лето очень понравилось вот такое платье. Обратите внимание, здесь вырез, здесь вырез. Это то, что сейчас в тренде. И оно легкое, летящее. Есть в двух цветах. В бежевом и в черном. Возможно, появятся еще какие-то цвета. Но сейчас пока я вижу присутствие этих. Также здесь большой выбор топов. В данном случае мы видим с вами одну форму, но разные цвета. Но топы здесь присутствуют абсолютно разные. Более длинные, более короткие, яркие, выразительные, с вырезами, с разным вариантом воротничков и лямочек. И здесь еще, ко всему прочему, достаточно большой выбор разных платьев и сарафанчиков. Мне, Оля говорила уже про платье резвое, мне очень нравится вот это черное. Это альтернатива тому платью, но здесь немножечко другая ткань. И смотрите, вырез у нас сзади. Мне очень понравились здесь футболки. В билете есть не только нежные футболочки, но и футболки такие уже, ну, для более драматичных девушек. Такие прям вот с агрессивными, скажем так, надписями. Ну, не в том плане, что надпись сама агрессивная, а в том плане, что они контрастные. Ну, сразу из билета мы идем дальше. Я напоминаю о том, что Экру – это бывшая бершка. Мне очень нравится тренд на надписи. Да, вот здесь такая прям как будто бы газета получилась. Вот здесь просто буквы разным шрифтом. Ну, и то, и то смотрится стильно, интересно и классно может дополнить даже самые обычные базовые вещи. Например, джинсы. В продолжении Олиных слов о надписях я хочу сказать, что они сейчас практически везде. Они на бомберах, они на толстопках, они на футболках, на рубашках и просто практически на всем. Модные платья-зебры на любой вкус. Кому хочется поэлегантнее, подлиннее, кому наоборот хочется подчеркнуть красоту своих ножек. В общем, выбирайте на ваш вкус. Выходим из Экру и прямиком ныряем в даб. Это у нас бывший Pull&Bear. Здесь, кстати, предлагаю обратить внимание на вязаные вещи. Причем вязка сейчас в моде на все, что угодно. Вплоть до обуви, купальников, топов, платьев и всего остального. А здесь еще и с таким слертующим немножечко с нами вырезом. И посмотри, что я нашла. Это же стиль боха. Причем необычно его видеть в черном цвете. Но сейчас он в большой-большой моде. Боха в отчете. Еще из модного в Европолисе в Дабе есть вязаные топы в ярких цветах. Оранжевый – это тоже один из популярнейших цветов этого сезона. Это, кстати, самый оптимистичный цвет считается. Ну, а я принесла сюда, и, кстати говоря, они совместятся прекрасно. Прекрасно, да, вот такой вот комбинезон с короткими шортиками, модный на лето. Подойдет и для города, и для пляжа. Да, и кедики сюда в комплект. И вы просто богиня в стиле. Ну, и, конечно же, говоря о весенне-летних коллекциях, здесь в Дабе, в Европолисе, конечно же, тоже представлены вещи изо льна. В разных цветовых решениях. Когда я увидела здесь этот бренд, я просто ликовала, потому что мы отдыхали в Турции, увидели этот магазин, зашли, и когда мы увидели качество, увидели ткани, мы были в шоке, мы плакали, что его нет в России. Я так понимаю, там много мужских вещей. Много мужских, но есть и женское, мы покупали всем. Мы там все с ног до головы оделись, когда вот в прошлый раз были в Мармарисе. Тогда побежали скорее посмотрим, потому что я в этом магазине ни разу не была. Я опять схватилась за сумку, но просто я не могу пройти мимо, когда есть что-то мегаэксклюзивное, интересное. То, чего я не встречала ни в одном другом магазине. Можно я тебе покажу еще одну сумочку, которая очень похожа на твою? Да. И сейчас нынче вот этот вот модный мех, чебурашка вот эта. Да, как будто валеный такой. Они даже вот в исполнении сумочек стали делать. Очень круто. Мне здесь нравится все больше и больше. Я счастлива, что этот магазин открылся в России. То, как должен выглядеть классический тренч. А я несу тебе к этому тренчу сумку. Мне так нравится. И тренч выглядит прям дорого. Сейчас мы посмотрим цену, я хочу прям сравнить. Понятно, что выглядит он как будто стоит тысяч тридцать. Не меньше. Тренч 13 999 стоит тренч. И, кстати, они только открылись. Я вот смотрю, скидка 20% на все. В связи с тем, что магазин недавно открылся. Вообще кайф. И сумка выглядит дорого. За счет расцветки, за счет формы и очень благородной фактуры. В общем, я уже довольная, счастливая. Еще даже не прошла до середины магазина. А что у нас по цене? Три 999. Четыре тысячи рублей. И вот этот модный широкий ремень. Но она, конечно, реально дорого смотрится. Это сумка вау. А еще вау, вот эта юбка. Сейчас лаковая кожа в тренде. Но мало кто рискует ее надевать. Она больше все-таки такая похожа на вечернюю. Но в данном случае за счет цвета и за счет помятости, такой специальной помятости фактуры, ее можно и днем с кроссиками вообще смело надевать. Больше того, хочу сказать, приятный для меня сюрприз. Потому что, когда я была в Турцию, в Мудо, я видела, что там в основном базовые коллекции. А здесь очень много модных и даже ультрамодных вещей. Вот такой вот твидовый жакетик в модной расцветке. Клетка сейчас тоже в тренде. Ну и сама по себе ткань твид. В том числе сейчас на большом пике находится. Мне, кстати говоря, еще очень понравилась вот такая клетчатая рубашка. Ее можно сочетать с чем-нибудь супер уютным. Как, например, вот такие брючки. Я бы так прям пошла бы куда-нибудь посидеть на подушечках с друзьями или где-то у костра, чтобы быть при этом модненькой, да, несмотря на природу. Очень приятная ткань. Теплая, но теплая, вот я чувствую, это натуральные ткани. И за счет того, что они натуральные, в жару не будет сильно жарко, а в холоде будет согревать. Это круто. Ну и, конечно, в Мудово, в потрясающем турецком бренде, с которым я только что познакомилась в Европолисе, в Ростоке, на оранжевый дутый жилетик. Это смотрится прям классно. Это для тех людей, которые понимают, что оранжевые, во-первых, модные, во-вторых, это цвет позитива, и, в-третьих, это то, что поднимает реально настроение. Предлагаю сейчас зайти в мультибрендовый магазин Lady and Gentleman. Что у нас здесь? У нас здесь вообще бренды среднего и выше ценового сегмента, по большей части. Да, мне кажется, что кто любит такие бренды, им даже представлять этот магазин не нужно, они все его хорошо знают. Поэтому пойдемте быстренько посмотрим. Хьюго Босс. Я очень люблю этот бренд. Мой будущий пока еще муж тоже его обожает. И здесь, посмотрите, какая коллекция джинсиков. Они в разных цветах, даже с принтами, с бахромой. Очень модно, стильно, интересно. Вот такой кожаный бомбер. Несмотря на то, что он в женском отделе, я бы на Гришу примерила. Я помню твои зеленые штаны, и они бы, мне кажется, прекрасно сочетались. И мне очень нравятся здесь плащи и рубашки с надписями. Я вообще очень люблю надписи. Смотрите-ка, сетка, оранжевый цвет, пальмы. Ничего ли вам это не напоминает? Мы как раз делали обзор и показывали вам, что в аналоге Зары, который сейчас открылся, Маг, есть очень похожие коллекции, но в более бюджетном варианте. А я неожиданно для себя влюбилась вот в такое платье. Оно, наверное, не совсем в моем привычном стиле, но тем не менее я прям чувствую, как я в нем себя бы ощущала. Посмотрите, тут красивый секси вырез, достаточно высокий, глубокое декольте. Здесь еще открыто по бокам талия. Ну, в общем, мне нравится все, и расцветка мне тоже подошла бы. На моря, на моря, надо его брать. Проходясь по леди энд джентлмен, я не могла не заглянуть к бренду Лил Джо, потому что здесь что? Здесь контрасты, которые я очень люблю. Здесь полоска, которую я просто обожаю, особенно в черно-белом исполнении. Здесь, смотрите, такие коротенькие футболочки с принтом. А принт какой? Ну, конечно же, корона. Какой принт я еще могла выбрать? И посмотрите, это шикарная сумочка в стиле спорт. Я уже просто мысленно просочетала ее с этим потрясающим платьем. И смотрите, есть еще такая белая с черным. Просто вау. Если вы имеете на работе дресс-код, но при этом у вас нет сильных ограничений по цветам и оттенкам, то я бы предложила рассмотреть вот такого варианта блючки. Они выглядят очень дорого, статусно, круто, и при этом гораздо более интересно, чем привычная нам офисная одежда. И дополнять здесь можно абсолютно разными рубашками, блузами, сочетать с разными пиджачками. И в зависимости от того, что у нас будет сверху, конечно, будет меняться впечатление и сам образ. А в Гессе я люблю сумочки и обувь. И вот здесь как раз такие вот, посмотрите, они дорого смотрятся, с модными цепями, фактурой. Я, честно говоря, тоже всегда была влюблена в сумки Гесс, поэтому заверните. Пройдемся по сегменту повыше среднего. Давай, мы здесь нашли магазин, который всего в двух экземплярах представлен в Москве. И я очень рада, что такой эксклюзив здесь присутствует. Да, давай зайдем. Это Сиан, и он реально крут. Вы просто посмотрите, насколько эксклюзивная модель платья-рубашки мне прямо сейчас в Сиане попалась под руку. Это же просто нереально. Это малинки, это цветочки, это инь и янь. Но это же настолько потрясающе. Это реально будет эксклюзивно. Мне кажется, такого платья-рубашки нет практически ни у кого. А я здесь нашла классный шелковистый бомбер. Он очень мягкий, приятный на ощупь и интересные расцветки. Более того, я здесь еще нашла пакеты действительно дорогого красивого оттенка, такого изумрудного. Я не встречала вообще в других магазинах. И посмотрите, как они красиво между собой сочетаются именно по цветам. Я потеряла дар речи немножко, когда взяла в руки эти лоферы. Они просто потрясающе смотрятся. Я даже забыла, что у меня в руках находится макинтош. Весна, лето, все-таки бывают дожди. Поэтому просто потрясающий вариант. Это не просто, знаете, на себя плащик какой-то накинуть. Это надеть и быть просто супер модной такой вещи. Так вот, что я хотела сказать про эти лоферы. Во-первых, они меховые. А помните, что мы много раз уже говорили с вами о том, что мех даже этим летом будет в тренде. Мне кажется, они просто невероятные. Вот я бы себе прям вот даже сюда надела. Ну и моя, кажется, тема в этом ролике – это бомберы. У меня бомберы просто везде. Я везде их нахожу, везде их замечаю. И здесь это, кстати, скотчин сода. Кто не узнал, не признал, что стиан – это скотчин сода, они просто шикарны. Во-первых, мне очень нравится, как сделана фурнитура. Во-вторых, они внутри шелковистые, очень приятные к телу. И что я понимаю сейчас, да, то, что эта вещь двусторонняя. То есть это вывернутая на экранку вот эта. Вы представляете? То есть покупаете бомбер один, а получаете два. За… Сейчас, секундочку скажу, сколько. За 19,992 бомбера. Смотрите, что я нашла. Я нашла казаки без пятки. Где вы найдете еще такие казаки без пятки, я, честно говоря, не знаю. Плюс это натуральная кожа. И это, мне кажется, можно вписать практически в любой ультрамодный лук. Хочу посмотреть ценник, если не получится. Да, 15,900, кстати говоря, за натуральную кожу, да еще и за фирму. А я, как большой любитель сумочек под мобильные телефоны, нашла и здесь такую модную, стильную, немножко дерзкую. Это когда вам хочется в образ добавить вот этой вот как раз, да, характерности своей. Типа, я все такая. Ну и прямо на просьб, что тоже очень удобно, находится магазин Балдинини. Я сразу же начинаю примерку трендовых очков. Сейчас в тренде, как раз, чтобы это было что-то крупное, массивное. Можно в стиле 90-х. А меня сегодня преследует салатовый цвет и Балдинини. Вот я вижу, есть классные лоферы. Я знаю, что у них очень удобная колодка. Есть и босоножки типа сандалии, и есть такие полегче, помягче. Лоферы, ну, такой больше, наверное, офисный вариант. Смотрите, что я нашла для романтичных барышень. Кедики, которые вот здесь с такой вышивкой красивой. Да, еще и поблескивают золотишком. Вот такая красота. Я нашла для тебя мюли. Это мой вариант. Конечно. Беру и еду в отпуск. Здесь, кстати, по соседству еще Боджо Милану. Это мужской магазин, поэтому сегодня мы в него заходить не будем. Обзор все-таки больше ориентирован на девушек. Но я очень люблю этот магазин, и клиентов часто одеваю в нем. И прямо возле центрального входа самый-самый-самый большой и самый популярный магазин косметики. Это золотое яблоко. Да, я его очень люблю. Здесь, мне кажется, это первый магазин, в котором появилась корейская косметика, которую я очень люблю. Ну, и я там частенько что-нибудь покупаю. Здесь реально как в кино. Мне очень нравится их оформление и их дизайн. Правда красиво, и правда хочется находиться здесь подольше. Здесь, в Европолисе, в Ростоке, в Золотом Яблоке представлены совершенно разные марки на любой вкус, от люксовых до бюджетных. А еще здесь круглый год. На что-нибудь обязательно есть скидки или какие-то акции, или дарят какие-нибудь подарки. Так что это всегда приятно. Магазинов косметики в Европолисе, в Ростоке, ну, реально очень много. Просто золотое яблоко, он прямо на входе находится, и он такой самый популярный. А, популярный. Ну, конечно, здесь есть и Локситан, здесь есть Литуаль. Литуаль, да. Литуаль, да. То есть я уже встретила, мне кажется, все самые основные косметические бренды, магазины, супермаркеты, если можно так выразиться. Поэтому, да, если выбор стоит какой-то, да, между какими-то магазинами, проще всего приехать сюда в Европолис и просто пройтись и выбрать тот магазин, который вам нравится больше всего. Вот она, наша бывшая Зара, которую мы все так любили. Ну, может быть, почти все. Ну, любимая-то она не бывшая, она просто называется теперь по-другому. Ну, и, конечно, мы просто обязаны в нее зайти и показать вам, что же здесь есть. Потому что коллекции постоянно пополняются, и даже если вы видели уже наш предыдущий ролик с обзором непосредственно четырех магазинов Inditex, которые заново у нас открылись, мы просто обязаны зайти сюда еще раз. Я, видишь, уже по дороге схватила белый пиджак, потому что я очень люблю белые пиджаки, и как только у меня заканчивается один умирает, я хватаю второй. Они классно сочетаются как с брюками, так и с джинсами, хоть на вечерние образы, хоть на дневные, с кроссовками, с туфлями, босоножками, с чем хотите. Белый пиджак – это must have. Это реально спасение. Даже черный пиджак не так выручает, как белый, это правда. А вот и то самое платье, к которому я вела отсылку, когда мы были в Юго-Боссе. Вот они пальмы, вот он оранжевый цвет, вот здесь тоже оранжевые цвета, стетка. Ну, в общем, вы меня поняли. Послушай, вот это, по-моему, вообще один в один с Fuga Boss. Вот просто расцветка, по-моему, попадает на сто процентов. Расцветка один в один, только принт чуть-чуть другой, да. Я нашла какой-то определенно новый ультрамодный тренд в Мааге – это укороченная косуха. То есть косок сама не только сама по себе укорочен, но у нее еще и рукав три четверти. Должно смотреться очень интересно. Мы вообще привыкли, что сейчас практически везде продается эко-кожа. А здесь все косухи, они выполнены из натуральной кожи. Они стоят 16 тысяч рублей за то, где вы еще купите такую модную, стильную косуху разных цветов. Я в данном случае взяла ярко такой насыщенный синий электрик. Смотрится очень дорого и выразительно. А так цветов здесь действительно много. Я прониклась, на самом деле, вот этими вещами на одно плечо. Это асимметрия, плюс в тренде у нас сейчас цветы различных форм, различных видов. И, конечно же, оранжевый цвет. Ну, короче, вот просто тренд на тренде. И при этом это смотрится круто и красиво, и современно, и модно. И я бы даже примерила, но нужно показать вам еще очень много магазинов. Базовая коллекция для работы, да, тоже, кто искал. В недорогом сегменте, бюджете, да, разные есть расцветки. Это то, что представлено здесь. А по залу там раскиданы еще черные, белые, синие. Какие я еще видела? Бежевые, 100%. В общем, выбор есть. Резерв или Ре – это один из наших любимых магазинов. Вы тоже его любите, мы прекрасно это знаем, потому что мы снимаем достаточно много в этом магазине обзоров, каких-то шоппинг-блогов. И вот сейчас, заходя в Европолисе, в Ре, я понимаю, что он просто гигантский, и обойти его, наверное, нужно будет не меньше, не меньше часа. Я больше того скажу, он двухэтажный, то есть здесь вот есть эскалаторы, которые ведут еще и наверх. Но за что мы любим Резерв, да, Ре нынешний? За то, что здесь очень актуальные коллекции по очень бюджетным ценам. То есть позволить себе это может кто угодно, при этом выглядеть стильно, модно, в абсолютно разных цветах, но любой психотип, цветотип, желание, потребность, самовыражение. Вспоминайте, вспоминайте, в дубайском шоппинг-блоге у меня была точно такая же рубашка, базовая, классическая, но цвета фуксий. Абсолютно то же самое и, кстати говоря, за те же деньги. Вот такие вот укороченные прям короткие кроп-топы а-ля купальник тоже сейчас в моде, в тренде. И очень красиво носить это прям вот на голое тело и на какую-нибудь расстегнутую рубашку. Смотрится прям очень стильно. А мне очень понравились вот эти коллекции. Они тоже такие как будто бы льняные, на резинке сзади, то есть можно будет под разный размер регулировать. Модные широкие брюки. И вот этот цвет, например, мне очень ведет, да, как один из вариантов, который бы я приобрела. А вот белый я взяла бы на лето, на море, как раз на свой медовый месяц, чтобы сделать какую-нибудь фотосессию, где я а-ля невеста, но в морском стиле. Я думаю, тебе прекрасно сюда подошли бы вот такие вот голубые сандалии, дутые. Да, кстати, если для прогулок, да, то есть после той самой фотосессии, на фотосессии я бы что-то более элегантное вниз добавила, а потом, чтобы этот костюм не висел дома, да, как свадебное платье, я бы добавляла уже что-то более казуальное и носила бы вот так. Оля, можно я сегодня побуду твоим стилистом? Я нашла для тебя элегантные туфельки. Ой, да, вот это уже прям для той самой фотосессии. Хочу показать одну из самых популярных моделей боди. Это такой вот крылатый, я его сейчас назвала, боди с рюшами. Классно сейчас, на самом деле, на лето брать с шортиками. Не обязательно с какими-то блестящими, можно с классическими джинсами, черными, голубыми, серыми, какими угодно, но посмотрите, как клево будет смотреться. У Элины крылатые боди, а у меня, извиняюсь, волосатые футболки. Они просто здесь действительно с такой бахромушечкой веселой. Я нигде такого больше не встречала. Хотя бахрома сейчас в тренде, но именно в таком исполнении здесь вижу впервые. Ну и в преддверии лета в Ре, в Европолис Ростокино завезли такой вот морской стиль. Вроде как казалось бы, да, классическая базовая голубая футболочка, но с жемчугом и выложен он в виде такого якоря. А здесь по соседству вообще морская звезда. Если вдруг кто не знал, то рваные, да, или как их еще называют, драные джинсы сейчас тоже в моде, тоже в тренде. Проходя мимо Мо, это бывший мохито, я не смогла просто устоять, потому что огромное количество ярких цветов. И прям хочется скорее к ним бежать. Я уже бегу вот прям вот сюда, потому что это просто вау, это реальный какой-то взрыв. Я, честно говоря, не представляю, как это смотрится на мне, но мне кажется, что это прям такое яркое пятно просто в моей жизни. Мне кажется, я должна такой пиджак хоть когда-то в жизни примерить и хотя бы раз надеть на какое-то мероприятие. И тут же босоножечки Барби тоже. Посмотри, какие розовенькие, красивенькие. Идеально. Я сюда знаю, что хочу просто... Даже с сердечками. Вот смотри, вот в этот лук, что бы я сделала? Я бы просто оставила голые ноги. Здесь внутри может быть максимум какие-то велосипедки и вот эти босоножки. Это было бы просто шик. Мо тоже у нас следит за трендами и тоже использует бахрому на футболках, но видите, исполнение совершенно другое. Не такое же, как было в Ре. У тебя тоже волосатые футболки снова? Босоножки босоножками, а сумочки сумочками. Вот, кстати говоря, к тому комплекту с нашим пиджаком я бы добавила, возможно, какую-нибудь, может быть, синенькую сумочку, чтобы сделать еще одно яркое пятнышко. Но это надо смотреть, конечно, попробовать, потому что, может быть, и розовая зашла бы. Но я тогда была бы совсем куклой Барби, если я надену все розовое. Мне кажется, это не сильно мне пойдет. А вот синяя, да. А если у вас планируется свадьба, но при этом бюджет на свадьбу минимальный, то здесь вы можете рассмотреть варианты свадебных платьев. Посмотрите, начиная от серебристых, ну, заканчивая, конечно же, разнообразием белых традиционных вариантов. И с фатином более пышным, и более изящные какие-то варианты. И туфельки здесь тоже есть. Интересно. И я считаю, что тема Барби в мохито мы еще раскрыли не полностью. Вот вам, пожалуйста, Барби-юбка. Ну, как раз, да, для тех, кому хочется, ну, прям, совсем сладенький конфетный образ. Мне она, кстати, нравится. И я бы ее, может быть, просочетала бы чуть более дерзко, например, с черной кожаной косухой, чтобы добавить характерности. Да, уйти от вот этого, от этой кукольности, и уйти именно в силу своего духа, характера и так далее. Еще, смотрите, яркие принтованные рубашки. Тоже можно их носить как с чем-то выразительным ярким, а можно успокоить, например, вниз добавить джинсики белые, как у меня, или голубые, темно-синие, даже черные. Просто будут по-разному это все выглядеть. Крылатому топу ответка мохито – это крылатый комбинезон. Я так понимаю, они здесь есть в разных цветах. Он за щипами здесь, зауженные пучки. Ну, такая интересная модель для тех, кто не любит сильно каких-то пестрых вещей, но хочет все-таки быть в тренде за счет рюши. Если вы приезжаете сюда на целый день, как сегодня мы, то обязательно в перерывах между шопингом, а в нашем случае между съемками, очень хочется перекусить. Вообще, я рекомендую с клиентами, если вы ходите на шопинг, или вообще, если вы ходите на шопинг с стилистом, да и в принципе, когда вы идете на шопинг, сначала покушайте, потому что ходить сытым в магазины – это значит что? Значит ходить с толком и с расстановкой. Да, когда ты голоден, ты не ты, да, как в какой-то было рекламе. И можно купить все, что нужно, не нужно, и еще дополнительно очень много всего, всякой ерунды. Добавлю к лениным словам, только не объедайте слишком сильно, иначе будет уже ходить лень. И некомфортно, да. А здесь объесться можно, потому что здесь – это сити-фуд, огромное пространство, в котором более 50 разных концепций ресторанов и еды. О да, тут очень много того, что я люблю, как минимум, это лепим и варим, это пловбери, это синнабон. Синнабон, я уже тоже облизнулась. Мы перекусили, кстати, вкусными хинкалями, Элина манты ела, а до синнабона мы еще не добрались. Но после съемки я уже положила на него глаз. Мне очень нужен кофе и, наверное, какая-нибудь вкусная булочка. Ну и, конечно, все популярные бургеры и другие рестораны здесь тоже присутствуют. А еще прямо здесь, в сити-фуде, находится Китсленд. Место и пространство, где вы можете оставить своих дефишек, чтобы они побегали, повеселились, полазили там. Пока вы кушаете или... Или они там тоже могут покушать, потому что там есть столики, стульчики, все для малышей. Кстати, это очень удобно, потому что не всегда в торгово-развлекательных и люстринских торговых центрах бывают такие места для деток. Итак, у меня два варианта. Либо сюда можно приезжать на целый день и вечерком пойти, например, всей семьей или парой в кино. И второй вариант – просто приехать на киносеанс. Либо, а, еще и третий вариант – просто на развлечения с детьми, потому что для детей здесь тоже есть развлекушки. Здесь, кстати, 16 залов, из них 5 вип-залов. А я очень люблю вип-залы, потому что в них всегда комфортно сидеть. В некоторых из них даже бывает такое разворачивается, как столик, что удобно кушать. А там есть фабрика попкорна, кстати. Можно на этом столике кушать попкорн. И все это называется Cinema Mirage. Хочется, наверное, подвести итоги нашего сегодняшнего такого трипа по Европолису. Мне хочется танцевать, потому что здесь началась вечеринка. Сейчас 8 вечера, и там прямо перед нами диджей. Он включил свои пластинки, надел наушники, и он просто качает. То, чего я, конечно, вообще не ожидала. Не знала, что здесь еще и диджей присутствует. Да, я заговорилась, что здесь бывают вечеринки. А что касается самого торгового центра, мне понравилось, что в нем огромное количество магазинов на любой вкус, на любой бюджет. Мы очень много не успели вам показать, поверьте, мы здесь много часов. Потому что если бы мы показали им все, то у нас это видео было бы часа точно на три. И это, мне кажется, самое минимум, здесь 300 или даже около 300 магазинов. Ну что ж. Я, на самом деле, я очень довольна. Я буду возвращаться, мне очень нравится. Я здесь и так не первый раз, а теперь, мне кажется, это мое постоянное место пребывания. И все клиенты мои, готовьтесь, мы едем в Европолис Ростокино. Я тоже планирую сюда на шопинг с клиенткой, потому что здесь несколько магазинов, которые я не встречала в других торговых центрах. А я очень люблю такой эксклюзивный вариант выбора одежды. Ну и, конечно, много сетевых магазинов, которые являются базовыми, которые все знают и любят. Так что вывод прекрасный, сюда можно ехать и лучше ехать на целый день. Европолис Ростокино, спасибо большое за гостеприимство, нам прям понравилось. Я кайфанула сегодня, хоть мы и устали, находили сколько, 10 километров, 13 тысяч шагов, но я кайфанула, и поэтому, да, однозначно, да, лайк этому торгово-развлекательному центру. И лайк нашему видео. Все, с вами была Ольга Епифанова. Элина Кузнецова. Канал Стильно, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok